Процедура проверки подписов, так как она выкладена в нашем законодавстве, она потребует специальной увази. Что я имею в виду? Вы видите, что комиссии не проверяют все сдаденные подписы. Комиссии проверяют только часть подписов, которые сдадены на регистрацию, и забраковавши частку от этих проверенных, потом экстраполюя эту выснову об соправдности и несоправдности на все остальные подписы. И тут отрывается вельми важный момент, на кольки выборка бюллетенев, типа подписных листов с подписами, пробачьте, а не бюллетенев, на кольки вот эта выборка подписных листов с подписами будет отбываться на сам речь выпадковой выборкой. Бо вы разумеете, что калли гэта выпадкова выбрать, то гэта уже социологичный процесс, и там законы социологии працуют, и можно говорить про некие высловы, там, рабочимость экстраполирования, так, а лэ калли гэта выборка не будя выпадковой, то можно манипуливать як на той, так и на инший бок. Можно выбрать подписы заведомо критичные, скажем так, и их потом проверить, и показать арифметику, что подписы несоправные, а можно, наоборот, подобрать подписы привожия, подписы якосные, подписы, на которых нема претензий. И вот, калли яще наших назиральников часом допускали до самих подписных листов, до самих подписов, значит, были выпадки, калли люди это могли бачить, то вот саму процедуру отбора подписов для проверки, гэта процедура была закрыта повсюду. И, конечно, при таких умовах, при таких принциповых нежаданиях допустить назиральников до вот гэта важной процедуры, мы можем зарабить одну выслову, что тому, что огучила вынику комиссии, этим выником проверки подписов, доверять у нас нема ніяких подстав.